Девчонки, всем привет! Сегодня я хочу сделать видео о покупках. Да, это будет снова, но покупок в марте было предостаточно, и поэтому, наверное, я с ним как раз завершу и сделаю отдельные покупки в марте. В марте. Вот. Я думаю, начнем. Итак, первое, что купила в этом месте, это были вот такие вот салфетки от Essence. Они называются My Skin с якобы ароматом граната. Они очень хорошо смывают макияж, особенно макияж с глаз, так они, в принципе, предназначены также и для водостойкого макияжа, поэтому всем могу вам посоветовать. Стоят они порядка, по-моему, где-то 200 рублей, ну, из-за такого отличного качества, поэтому да, очень хорошие. Вторые салфетки для снятия макияжа мне уже достались в подарок, насколько я помню, на Новый год, даже ближе, или на 8, не важно, я не помню. Это вот такие вот салфетки для снятия макияжа от Sephora, и если сравнивать салфетки от Essence и от Sephora, честно говоря, я бы выбрала Essence, потому что, во-первых, цена-качество здесь намного лучше, здесь цена-качество похуже. И Sephora не так хорошо смывает макияж глаз, то есть оно предназначено больше для того, чтобы снимать мейкап с лица, но не с глаз, потому что работает она на глаза, конечно, слабенько, вот по сравнению с Essence. Следующее мое еще одно приобретение, это вот такая вот умывалка от Nivea Нежный Мусс, я знаю, я уже много раз показываю, наверное, сделала отдельный обзор на вообще вот эти вот умывалки муссовские от Nivea, у меня до этого была синяя, теперь розовая. Розовая предназначена для сухой кожи, потому что синяя мне немного стягивает. Посмотрим, насколько будет хорошо именно смывать, ну не смывать, а вычищать грязь эта розовая умывалка, потому что синяя вычищала очень хорошо, и даже эту стемность можно было легко побороть, наносив обычный, ну, увлажняющий крем. С розовой она не стягивает вообще кожу, но я пока что не могу ничего сказать, так как никаких изменений на лице, к счастью, пока что не произошло. В общем, увлажняю я полностью довольна, я использую ее вечером и утром, утром я использую 3 нажатия помпы, вечером 5 нажатий помпы. Вот, кому интересно, но отдельно, я думаю, сделаю следующий обзор про нее, потому что очень многие меня спрашивали вообще, стоит брать или не стоит. Следующим моим приобретением, как раз-таки сейчас, когда я уже более-менее смылся, у меня загары, это был вот такой вот крем от Bourjois Healthy Mix. Я и говорила, что когда у меня смоется загар, мне нужно будет более плотное покрытие, чем Bourjois Healthy Mix Serum, я возьму себе обычный Healthy Mix. И в общем, да, это 53-й оттенок Beige Clare, он называется Lay Light Beige. Очень им довольна, известно, с тех пор, как я последний раз пользовалась им, у них немножко изменился запах и не в лучшую сторону. В сроке годности все нормальные, но запах действительно слегка изменился, наверное, они как-то поменяли формулу. Вот, но я им очень довольна, он держится у меня на лице целый день, никуда не скатывается, не слазит. Лицо с ним у меня совершенно не блестит, лицо увлажнено, лицо им, в общем, довольна. Следующие покупки, это были покупки помад. Я перешла на такие более розовые оттенки, потому что, не знаю, захотелось мне чего-то такого розового и весеннего, и тем более захотелось какой-то яркий акцент на губах, чтобы не очень сильно красить глаза. В общем, выбрала себе вот такие вот четыре оттенка, один из них это был подарок от моей подруги. Как раз-таки тот, который сейчас находится у меня на губах, это помада от Catrice из серии Ultimate Color в номере 140 Pinker Bell. Да. Выглядит она вот таким образом, я думаю, что на сводче вы увидите рядом. Очень-очень пигментированная помада, и вообще серию Ultimate Color от Catrice я обожаю, потому что помады очень хорошо именно увлажняют губы. Они не сушат их совершенно, они смотрятся именно как бальзам для губ, при этом отличная пигментация у них, они достаточно долго держатся на губах, и при этом у них настолько сильный пигмент, что даже когда вы стираете, в принципе, помаду, все равно чуть-чуть ее цвет остается на губах. Вот, поэтому я ими очень довольна, у меня приличная так помада от Catrice, потому что, честно говоря, я от них в восторге. Следующие две помады были от Revlon, тоже в таких вот розовых оттенках. Первая помада это была в номере 055, она называется Cupcake. Вообще это лип-баттеры, и я решила их попробовать, потому что слышала очень много хороших отзывов о них, и действительно, да, они очень хорошо увлажняют губы, смотрятся ими как с эффектом блеска на губах, поэтому всем их тоже могу посоветовать. Следующая помада, тоже лип-баттер от Revlon, уже в оттенке 045, Cotton Candy. Видите, выглядит она вот таким образом, тоже все розовенькие, они такие очень хорошо пигментированные, и не ложатся полупрозрачным каким-то таким вот непонятным чем на губы, они ложатся действительно таким вот ровным хорошим слоем, и очень долго сохраняется этот эффект вот увлажненности на губах, то есть их не приходится обновлять просто вот постоянно. Их, конечно, нужно обновлять, но, честно говоря, я, наверное, обновляла их раз в часа три, то есть, в принципе, лично для меня, для лип-баттера это очень хороший результат. Следующая долгожданная моя покупка из помад, это вот такая вот помада от L'Oreal из серии Rouge KRS, наверное, не знаю, как она точно произносится, а у меня в оттенке 02 я очень долго ходила мимо этой помады и не знала, брать ее или нет, потому что, в принципе, по финишу она мне очень нравилась. Это такой вот полупрозрачный и слегка совершенно тинт для губ, ну, даже не тинт, а именно полупрозрачный такой вот блеск для губ в виде помады. И видно было сразу, что очень хорошее увлажнение, но я не понимала, стоит ее брать или нет, потому что как-то отзывов я о них особо не слышала. Ну, в общем, я решилась ее взять и могу сказать, что я полностью ей довольна, просто очень-очень. И я думаю, что это будет мой вот самый крупный фаворит на весну, потому что мне очень нравится у нее финиш, мне очень нравится, как она увлажняет губы, нравится, как она лежит на губах, нравится по стойкости она, поэтому всем, в принципе, могу ее посоветовать. Следующая моя очень долгожданная покупка, я очень долго именно готовилась, даже не готовилась, но очень долго хотела познакомиться именно с этой маркой, потому что у нас, к сожалению, в России ее нет. Я прекрасно понимаю, что даже если ее привезут, она будет, скорее всего, по каким-то феноменальным ценам, которые будут очень сильно кусаться, поэтому я недолго думаю, заказала это на ebay. Марка называется Soap & Glory, я думаю, те, кто смотрит американский, а также британский YouTube, уже не наслышаны. Это достаточно бюджетная марка, именно она идет на уровне масс-маркета, но при этом с очень хорошим качеством, что, в принципе, лично меня и заинтересовало. Эта замечательная вещь называется Scrap Your Nose, ее можно использовать, насколько я помню, двумя способами. Можно просто поскрабить нос, можно именно сделать, скажем так, небольшую маску, то есть оставить засохнуть этот продукт, и будет такая небольшая маска, которая вытянет ваши черные точки. Работает очень хорошо, но единственное, что, первый раз, когда я ее использовала, я немного себе сожгла нос, потому что ее нужно сдержать 3 минуты, а я нечаянно подержала 7. Она очень-очень концентрирована в этом плане. Выглядит она вот таким вот зелененьким образом, да. Пахнет ментолом и мятой. Запах такой, не прям такой вот, носопробивающий, очень приятный. Мне безумно понравился этот продукт, потому что нос действительно очень хорошо очистился, аж прям вот до скрипа. Далее, что я купила, это был вот такой вот Liquid Eyeliner от Catrice. Очень его люблю, он у меня уже был один раз, был такой, был еще водостойкий. Водостойкий мне не очень нравится, потому что он действительно сложно смывается с глаз. Я люблю именно вот этот, у меня в оттенке 10, Dating Joe Black. Обычный лайнер с фетровым кончиком. Меня многие девочки спрашивали, когда учишься рисовать стрелки, на каких лучше, в принципе, подводках тренироваться? На гелевых, там вот, на жидких или на каких? Честно, я вам всем рекомендую вот такие вот именно подводки, которые с фетровыми кончиками, потому что они очень-очень удобные и на них очень быстро набивается рука. Я сама на них училась, потому что, ну, действительно, это намного удобнее. Вы всегда можете подтереть фетровый кончик, фетровый, да, наконечник, кончик, неважно. Он очень тонкий, соответственно, и можно прорисовывать разную толщину стрелки. Так что, девочки, если вы только учитесь, то присмотрите вот к таким вот подводкам. Они очень хорошо именно для набития руки на стрелке. Далее были покупки лаков. Их было, ну, не то чтобы прям очень много, но их было предостаточно лично для меня, потому что лаков уже много и девать их особо некуда. Один из лаков был вот такой вот лак от Orly в оттенке Lift the Veil. Этот цвет можно описать как, наверное, йогуртовая чайная роза, назовем это так. Как бы это страшно ни звучало, но на ногтях смотрится очень-очень-очень красиво. Очень нежно, именно такой вот йогуртовый розовый, такой нежный оттенок. Очень мне нравится. Ну, во-первых, я люблю лаки Orly, и меня устраивает в них соотношение цена-качество, поэтому, да, обожаю. Следующий лак был от марки L'Etoile. Честно говоря, я его еще не пробовала. У меня он в оттенке 104 Miss Pastel. В принципе, ничего не могу сказать, но я наслышана о том, что лаки от L'Etoile, в принципе, неплохие. Но единственное, что я слышала, что они недолго держатся. Не знаю, попробую. Наверное, если он станет моим фаворитом, я вам о нем расскажу. Следующие два лака были от марки Seventeen. Честно говоря, я давно не видела на полках магазинов лаки и вообще даже косметику Seventeen. Единственное, где я ее видела и где я это купила, это магазины Elyze. Мне понравилось, чем эти лаки? Тем, что у них огромная просто палитра цветов, просто нереальная. И цвета очень красивые. Я себе выбрала два розовых. Не знаю, почему, но мне стали очень нравиться розовые лаки. Раньше мне нравились бежевые и цвет такого, наверное, вина. Но сейчас я очень люблю именно розовые и такие вот пастельные оттенки. Поэтому я взяла себе вот такие вот два лака. Один из них сейчас у меня на ногтях. Вот этот вот такой вот ярко-розовый, наверное, так. Вот этот лак, который у меня на ногтях, это номер 274. А второй оттенок, такой вот йогуртовый, это номер 106. Что, в принципе, я могу рассказать вам о этих лаках? Я не могу сказать, что я от них в восторге. Они капризные, честно говоря. Если вы наносите их на базу, допустим, я наносила их на базу от Орли и покрывала сверху еще топовым покрытием от Орли. Образовывались на лаке пузыри, именно внутренние, что вообще малоприятно. Если наносить без базы, то лак намного лучше себя ведет. И лаку нужно дать подсохнуть. То есть вы нанесли один слой, благо они очень быстро высыхают. Вы нанесли один слой, подождали чуть-чуть, нанесли второй слой, подождали немного, ну, наверное, дольше, естественно. Наверное, минуты хотя бы 4. И после этого уже нанесли верхнее покрытие. Если не наносить верхнее покрытие, то цвет у лака съедается дня за 3. То есть он, цвет действительно у лака становится совершенно другой. Вот, поэтому если у вас есть свободный, наверное, часа, ну, хотя бы час для того, чтобы накрасить ногти, чтобы действительно все красиво высохло и все красиво держалось, то я вам их советую, потому что цена маленькая, качество именно цветов хорошее, то есть со второго нанесения полностью цвет передается на ноготь. Если у вас есть свободное время, то вы окажетесь в восторге. Вот, так что смотрите сами. Честно говоря, я, наверное, да, приобрету еще именно из-за того, что у них очень широкая цветовая палитра. Следующие мои покупки были с сайта Зеленая Планета. Я вам давно уже хотела рассказать об этом сайте, но я решила пока что потестировать эту косметику. Я на него набрела чисто случайно, я даже уже не помню как. В общем, косметика очень дешевая, что меня, в принципе, привлекло. Там порядка 200 рублей стоит просто маска для волос, да, там, или даже, по-моему, меньше. Даже где-то рублей 150 стоит маска для волос, там 120 шампунь. В общем, сейчас вы все увидите. Я себе заказала продукты для того, чтобы, в принципе, понять вообще, что это за марка. Первый это был вот такой вот шампунь Зеленая Планета, шампунь-стимулятор роста волос. Так, серия по ходу за волосами для всех типов волос и кожи головы. Красный перец, розмарин. В принципе, об этом шампуне у меня сложилось достаточно двоякое впечатление, потому что именно стимулятор роста на мне не сработал. То есть, как бы я не заметила такого эффекта. Наверное, это было из-за того, что, ну, я его недолго использовала. Я его использовала, наверное, недели две. Но у этого шампуня очень приятный именно, как это объяснить, термоэффект. Он сначала, честно говоря, я его не заметила. Я его заметила только после, ну, начиная, наверное, со второго использования. Я даже не знаю, как это описать, потому что я раньше именно с термоэффектами не сталкивалась в шампунях. Я всегда как помыла кожу головы, смыла, все, все отлично. Нанесла бальзам и, в общем, все. С этим нет. Его нужно нанести и подержать. Тогда вы его почувствуете. Я это обнаружила. Я просто мыла голову, затупила, что-то, ну, посмотрела куда-то вверх. Минут, наверное, минута на три. И после этого я поняла, что у меня, ну, голову печет. Да. Голову печет, и поэтому вот в этом плане, наверное, как раз-таки он и работает. То есть вот этот вот перец, который есть в составе шампуня, он дает вот именно эту стимуляцию луковичек волосяных. Вот. Поэтому если, в принципе, мы подойдем по пользе, я думаю, что эффект будет, если у вас короткие волосы, вы это заметите. Счетом того, что еще цены шампуня, она совершенно какая-то маленькая, я думаю, что это просто замечательно. Также, чем мне абсолютно понравился этот шампунь? Он дает очень хороший эффект на волосах. Я не знаю, вот вы сейчас, наверное, поймете, о чем я говорю. Именно рассыпчатости волос. Я иногда люблю видеть такой эффект на своих волосах, допустим, когда мне нужны такие очень живые волосы, именно которые вот подчеркивают мою стрижку, именно которые отделены друг от друга. Я очень люблю такой эффект, допустим, летом, когда вот нужно куда-нибудь идти, но при этом нужна какая-нибудь, знаете, не такая не вычурная прическа, а нужны такие вот просто чистые красивые волосы. Вот я люблю тогда эффект рассыпчатости волос, когда вот ветер дует, а у вас все там красиво так распыляется. Да, вот именно если вы хотите такой эффект, то этот шампунь вам просто отлично подойдет, потому что мне этот эффект безумно понравился. Волосы после него очень гладкие и очень именно рассыпчатые. Далее я себе заказала вот такой вот скраб для лица, нижний скраб для лица, освежающий лимонно-абрикосовые косточки. Отшелушивает, тонизирует и выравнивает кожу. Что я могу о нем сказать? У него очень мелкие именно частички скрабирующие, что очень хорошо, потому что он не травмирует кожу вообще. Но если вам, допустим, нужно именно хорошенько почистить, так вот именно прочистить лицо, то этот скраб вам не поможет. Или если у вас очень-очень сильное шелушение для того, чтобы их отшелушить, вам этот скраб не поможет. Этот скраб очень хорошо вам подойдет, если вам нужен такой, вы знаете, ежедневный или раз в два дня скраб, который просто убирает грязь лица, вот как я им пользуюсь. Поэтому если вам нужен каждодневный скраб, то, девочки, присмотритесь к нему, очень хорошая вещь, приятно пахнет такой вот лимонкой. Вот, мне очень понравилось. Следующая, это будет вот такая вот крем-маска Herbal Clinique восстановление и активация роста волос с шелком, экстрактом с сафоры и алеокомплексом. Восточная линия. Что я могу сказать об этой маске? Маска имеет такую вот жидкую консистенцию, такой вот именно жидкой сметаны. Я даже вам показ не буду, иначе она выльется. Так же, как и шампунь, она создает именно легкий такой термоэффект на волосах. То есть, если ее поддержать, волосы, кожу голову начинают чуть-чуть так пощипывать и именно печет. Я использовала ее просто после шампуня в качестве бальзама для волос. Ее нужно носить на 3-5 минуты и смывать водой. Она дает точно так же, как и шампунь, такой эффект рассыпчатости. Поэтому вот эти вот два продукта, они работают замечательно вместе, если вам нужны такие вот именно рассыпчатые волосы. И вам нужен такой вот термоэффект, если на волосах, для именно стимуляции роста волос. Поэтому, в принципе, за такие деньги вообще просто великолепно. Следующий продукт, который я себе заказала с этого сайта, это был вот такой вот крем для глаз. Крем сияния для глаз со светоотражающими частицами. Предыстория. Когда я его заказывала, я, честно говоря, думала, что, ну, будет очередная какая-то липкая фигня. Ну, ладно, попробуем, потому что у меня заканчивался мой крем-гель от Olay, который я использовала под глаза. Я таки думаю, ну, попробую. Честно, вообще никаких просто надежд. За 70, по-моему, рублей или за 100 рублей крем для глаз, да господи. Ну, окей, помажу, посмотрим. Мне доставили эту косметику, и я была просто в шоке. Я просто, ну как, с утра встала, намазала, что-то хожу по квартире, ла-ла-ла-ла-ла, походила по квартире, прохожу в моё зеркало такое. И я просто, я смотрела на себя вот так вот, я искала вот эти вот синяки, которые только что были, эти синячищи. Счётом того, что я ещё очень поздно легла, я просто стояла вот так вот около зеркала и хлопала глазами, не могла поверить своим глазам. Я не понимала, каким образом они за 5 минут просто исчезли. Вот даже сейчас я сижу, я не наносила консилер под глаза, я нанесла только крем под глаза. Всё. Вы знаете, у меня очень крупные синяки под глазами, и этот крем просто нереальное спасение. Девочки, если у вас вот какие-то отёчные глаза, вы попили очень много воды, если у вас синяки под глазами, очень тонкая кожа под глазами, так как у меня, этот крем просто ваш must-have. У него офигительное именно свойство его светоотражающих частиц, потому что они действительно сделают взгляд очень свежим, очень отдохнувшим, прям вот ну резко. Я его наношу на ночь, наношу утром, просто глаза в идеальном состоянии. Конечно, я не говорю то, что синяки полностью исчезли. Они не полностью исчезли, но теперь хотя бы у меня нет такого, что такое ощущение, как будто я просто такой вот нарик какой-то и не спала четверо суток. Взгляд постоянно отдохнувший, такое ощущение, как будто я сплю постоянно, ну часов по 13, это точно. Поэтому я могу всем его посоветовать. Он совершенно не липкий, очень быстро впитывается, поэтому вау-вау-вау. У меня один восторг от этого крема, и я действительно в него влюблена, особенно за его стоимость. И эффект, который он производит, это просто фурор. В общем, это были все покупки марта. К сожалению, это будут, наверное, не последние покупки вообще во всей весне, потому что я как раз сейчас сидела на одном сайте, по-моему, он называется TBY как раз-таки. Вот, и с помощью него заказала себе просто кучу вещей из Америки, потому что для меня это вау. Я безумно люблю их сочетание цен вообще, просто для меня это душу греет. Вот, поэтому, да, скоро опять будут видео о покупках. Отлично. Вот, я надеюсь, что вам понравилось. Я вас всех очень сильно люблю, всех целую, и всем пока!